Итак, у нас на сцене Саша Феоктистов, Яндекс.Маркет, Владислав Флакс, Овокс и Женя Сокольников, магазин Sokol.ua. Женя, все в порядке, работает? Раз, раз. Да, все работает, замечательно. Итак, начали с маркетплейсов. Маркетплейс – это в том числе и место, где магазинам предлагается освободиться от части своих функций. Сначала от функции выбора товара, потом, глядишь, на маркете уже можно оплачивать товар, доставку заказывать, а потом, глядишь, видимо, предложат обойтись и без сайта. Зачем он вам нужен? Можно я здесь хотя бы прокомментировать, потому что с маркетплейсами это международный тренд. Я хотел бы его объяснить. Маркетплейс в жизни магазина наступает тогда, когда он понимает, что ему выгоднее продавать покупателей, чем товар. Когда ему выгоднее сосредоточиться на просто коммерческих вещах и не лезть в интернет-маркетинг с трафиком, товарами и так далее. И отдельно интересно, кстати говоря, что, в общем, есть разные пути их прихода к маркетплейсу. Можно пойти от, как это сделал Amazon и теперь делает, например, розетка, от магазина в сторону маркетплейса, потихоньку подгребая под себя товарищей по рынку или предоставляя им покупателей. А можно идти вот как идут агрегаторы. От агрегаторов добавляя чисто магазинные функции. Нет, на самом деле я с тобой чуть-чуть поспорю и готов поспорить с нашими уважаемыми экспертами, потому что история про маркетплейс, вот в моем представлении, если сравнивать ее с оффлайном, это решение, например, магазина, который, вообще говоря, имеет прекрасную совершенно сеть собственных фирменных магазинов по городу, течет в большой молл. И встать в этом молле, вообще говоря, да, рядом с конкурентами. Там много кто еще торгует, например, одеждой. Но там зато проходимость немножко другая. Поэтому, по крайней мере, в моем представлении, пусть меня поправит Саша, маркетплейс – это не замена, это еще один канал, который нельзя игнорировать. У разных магазинов по-разному. Есть магазины, которые могут себе позволить поставить собственный бутик на главной улице города. А есть магазины, которые этого позволить себе просто не могут. У них есть два варианта. Либо не торговать и заняться чем-то другим, либо торговать через торговый центр, очевидно. Ну, торговый центр может быть по образу и подобию этого торгового центра, где, вообще говоря, это такой хорен среди торговых центров. Или как в Европе, когда это большая деревня, где стоят маленькие магазинчики на улице, и люди приходят на весь день. У нас есть рынок на 25-й Чапаевской. Просто если посмотреть на ту же Америку, то там есть Амазон и есть на нем большое количество магазинов, которые через свой сайт практически не торгуют. То есть он у них есть, да, но там очень мало трафика. Потому что нет смысла впрягаться в доставку. Амазон в Америке берет на себя все функции, которые не связаны с сервисом, по большому счету. И действительно просто в этом нет никакого смысла. Уже есть там крупные магазины. Ну вот как? Sokol.ua очень много вложил в свой сайт. То есть в свой собственный магазин. Ну мы скажу, что всячески противимся. Вот я слышал, что вы говорили про модель CPA, который открыл Яндекс, ну зашел в Украину. Были разговоры о том, что hotline заходит. Но мы принципиально сейчас не поддерживаем эту тенденцию, потому что хотим, чтобы пользователь совершал покупку непосредственно на нашей территории. Ну почему? Влад правильно сказал, что тенденции рынка сейчас такие, что мы не думаем рамками визитов, мы думаем уже рамками посетителей. Если клиента приучить делать транзакцию на чужой стороне, мы за него будем платить каждый раз. Пускай это один процент, который сейчас берет Яндекс, но рано или поздно эта цифра все равно поднимется, потому что это пока что ниже себестоимости этого клиента. У hotline цена уже совсем другая. Нет, для больших магазинов уровня сокола и розетки, это нормальный путь, в смысле, хотеть привязывать клиента. Вопрос только в том, что сейчас действительно и поток заказов с маркетом совсем небольшой, потому что, понятно, начало пути. Но опять же всегда возникает просто, как только поток заказов с маркетплейса начинает быть сопоставимым с вот этими процессами по удержанию покупки, дорогой покупки клиента, удержанию возвращаемости, сразу начинаются другие мыслительные процессы. И это мы просто видим. То есть есть тот же пример Rokuten, который купил buy.com, интернет-магазин в Америке, выкинул оттуда просто всю часть, которая связана с продажей, собственно, товаров и размещает на своих площадках вполне крупный магазин. Да, у них есть дополнительные возможности. Собственный дизайн, собственные маркетинговые предложения. Но это все эти вещи, о которых можно договариваться. Нужен пользователь? Берите пользователя. Мы отдаем все данные. Да нет, ребят, ну просто считайте косты. Потому что, ну давайте будем честными, сейчас как-то не кризис, что-то похожее на тяжелую стагнацию над нами всеми висит. Боюсь, не только в России, в Украине тоже. А это означает, что придется, извиняюсь, косты резать, как любят говорить уважаемые бизнес-аналитики. А если резать, то надо считать, что резать в первую очередь. Если окажется, что вы можете снизить цену и стать конкурентоспособными по цене за счет того, что вы забьете на свою логистику, забьете на ограничения территориальные, потому что вы не можете развернуть логистику по ценам какой-нибудь почты, ну да, тогда действительно маркетплейс для вас что-то решает. Если наоборот оказывается, что у вас такое лояльное ядро, что вам эти люди только и важны, которые ходят только к вам, ну да, обходите из маркетплейса. Только делайте, это вот еще одна история. Подумайте, проанализируйте свою ситуацию, не пытайтесь следовать универсальному готовому рецепту. Не бывает универсальных рецептов. Есть пример запаса, неповторенный, правда, никем, когда они отключили весь маркетинг, в смысле всю покупку трафика и доходы их выросли. То есть да, есть такие примеры, пока один в мире. Я бы хотел поисследовать все-таки аналогию с молом, потому что все-таки маркетплейс это, по-моему, не мол. По-моему, маркетплейс, если уж говорить о таком аналоге, это аналог универсального магазина. Потому что в моле у каждого отдельного магазина есть своя территория бренда. И в тех же американских моллах стоят Блуминдейлс, Мэйсис и так далее. Они стоят отдельными там большими зданиями в большом комплексе со своим брендингом, и вы не отдаете никуда посетителей. И Apple Store стоит там же тоже, вот хорошо заметно виден. А здесь скорее вопрос универмага, когда есть большой отдел, секция мужских рубашек, и да, там есть бренды. Но как раз вы везде находите, вы платите на одной кассе, вы платите, вы соевнуетесь, за ваше внимание соевнуются там рубашки Келлин Клайна, рубашки Хьюго Босс и так далее. То есть тут совсем как бы не мол. На самом деле маркетплейсы… Нет, ты прав, Серега, ты прав, это, конечно, большой ритейлер в этом смысле, да. Если говорить там в американской терминологии, да, это, конечно, какой-нибудь там, не знаю, тот самый таргет, который сегодня поминали, в котором представлена куча брендов, но не в виде бутиков, а у них есть свой метр на полке. На самом деле маркетплейсы тоже сейчас движутся в сторону расширения маркетинговой функции. Магазины получают возможность брендировать. У нас этого пока нет, но если посмотреть, как работает тот же Байком или там китайские магазины, Алиэкспресс, Алибаба, они дают возможность брендировать территорию. Другой вопрос, что человек знает торговый центр, пусть он называется Сады Победы, условно говоря, в нем есть, наверное, магазинов 300, да, я думаю, что 300 магазинов с собственным брендом. Но, ребята, когда в одном месте 300 брендов, значит, там ни одного бренда нет. Потому что, по большому счету, сколько человек готов запомнить брендов в своей голове? Ну, это клатор, да. Ну, там 10, условно говоря. Кстати, коллеги, я не вижу ваших рук. И какова вероятность, что если магазин Икс переедет в другой торговый центр, он поедет туда, а не сюда. Я думаю, что он поедет в торговый центр, скорее всего, потому что он к нему привык, а не к магазину, который продает белые рубашки. Ну, за исключением топовых брендов, о которых мы все там понимаем. Но тут вопрос постройки своего бренда. Да, конечно. Бренда отдельного, ритейлового. Хватит ли на это денег и усилий? Вопрос только в этом. Если хватит, тогда отлично. Тогда он на marketplace будет получать намного больше клиентов, потому что человек помнит, что это за магазин, и он видит его, никто его не скрывает. Но вместе с тем, если возвращаться к аналогии с универмагом и молом, вот как вы думаете, вообще-то есть такой вот антагонизм между, ведь тот же хьюбос рубашки и так продает и в своих фирменных магазинах. Бутикам это как-то не мешает, что вы можете пойти в универмаг и там купить рубашку. То есть там антагонизма нет. А что у нас, что тут-то вот между marketplace-ами и этими? Считать, потому что надо. Пока мало, пока нечего делить. Мы не можем сравнивать эти модели, потому что, ну то есть, вот прозвучала фраза, что похожа модель по продаже полок. Ну как бы, если мы возьмем, как устроен классический ритейл, когда продавцу реально продают место на полке, но ведь рядом с ним на этой полке другие продавцы не продают такие же товары и ему не приходится в рамках в рамках даже этого товара конкурировать с другими продавцами. Он становится на поток, ему гарантируют там какую-то маржу. Здесь совсем другая модель. Так, у нас, кажется, есть вопросы из зала. Давайте с этого начнем. Я левша, мне слева удобнее. Лариса, вручай микрофон. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. У меня вопрос к последнему заказчику. Вы говорили о том, что… То есть вот Женя Сокольникова, да? Да, я же не докладчик. Да, докладчику. Вы говорили о том, что сейчас отслеживается рентабельность всей цепочки. Вот у меня вопрос, как сейчас выглядит эта цепочка. Ну вот есть ли какие-то примеры? И если мы говорим о том, что покупатель проходит определенный цикл покупки, от осведомленности до исследования, выбора покупки лояльности, есть ли какая-то возможность отслеживать сейчас весь этот цикл покупки? Скажите, какой сегмент товаров вас интересует? Меня, в принципе, ну, без привязки к конкретному сегменту. Интересуют какие-то примеры. Без привязки лучше всего цепочку посмотреть на Consumer Barometer. Там это аналитический ресурс, который обладает информацией о цепочках в совершении заказа по разным сегментам и разным рынкам. Просто, извините, вопрос очень общий. Ну вот есть два представителя украинских магазинов. Может, интересно было послушать, как они свою цепочку отслеживают. Есть такая штука в Google Analytics, называется ассоциативная конверсия. Вы можете с помощью этого инструмента разрезать ваш трафик и посмотреть как в разрезе каналов, так и в разрезе конечных источников. Ну, то есть посмотреть просто, просто как бы, что вы потом будете делать с этими данными, уже можно принимать решение вам. Ну, в вашем случае, как обычно выглядит путь вашего покупателя? А нету среднего. То есть вот Влад правильно сказал, что в случае каждого магазина это индивидуально. Нету или не Влад, кто-то говорил, что там универсальной таблетки нету. То есть в случае каждого магазина это, ну, индивидуально и, ну, то есть это нужно вам смотреть уже. Ну, к примеру, частый сценарий, один из частных, это переход с системы сравнения цен, там, с Яндекс.Маркетинг, с Хотлайн, а потом заход по прямой ссылке директ-трафиком. Ну, вот часто есть такой сценарий. Если понравился обслуживание, то почему нет? Знаете, у меня тут всегда есть такое ощущение. Я за 9 лет приобрел привычку. Видимо, такая привычка у многих пользователей, у многих, вернее, маркетологов срабатывает. Видишь рекламу человека, там, знакомой компании, кликаешь по ней и думаешь, вот ограбил же, я же ничего не буду покупать. Ухудшил человеку целевой трафик. И идешь по прямой ссылке потом, чтобы уже не накручивать дальше. У нас еще один вопрос, да? С другого фланга. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Соломия Глызина. Я подойду, потому что первый раз на отечественной конференции, как бы до этого в основном трафиком, когда торговала, была на различных других мероприятиях. Очень приятная организация. Я ребятам дам визиточку. Вот он маркетинг и нетворкинг в полный рост. Ну, просто сейлс-менеджер с пятилетним стажем, поэтому умею продавать. Это заметно. Я спущусь, чтобы не отвлекать внимание от докладчиков. Вопрос будет следующий. Окей. Все правильно говорили, все здорово. То есть, я так поняла, на этой конференции огромное количество людей, представляющие различные торговые площадки и онлайн-магазины. Но забываем одну самую простую вещь. Помимо оптимизации компаний, да, там вот своих определенных для своих магазинов, есть самая первая точка старта, которая у нас сейчас в Украине, к сожалению, не очень хорошо представлена. Это я как CPC говорю, бывший торговец с трафиком. Это непосредственно анализ данных. Как вы можете определить, кем был совершен клик. Был ли это бот, генерка, подмена или это был хороший, нормальный человек, который пришел в магазин для того, чтобы что-то купить. Вы сказали Google Analytics. Чем еще вы пользуетесь? Я потом просто про свою компанию скажу, поэтому… Ну, тут просто положено сказать, что еще можно Яндекс.Метрикой пользоваться. Да, Яндекс.Метрикой. Самое интересное, что, когда мы смотрели в Метрике, сколько магазинов… Какой там анализ? Когда мы смотрели, сколько магазинов цели проставляют в Метрике, меньше половины это делают. Все остальные считают, вот пришло тысяча человек, мы отдали за него тысячу рублей, там, не знаю, тысячу долларов. Значит, клиент стоит один… Ну, то есть… А какая доля дохода приходится на тех, у кого цели проставлены? Я не скажу тебе. Это коммерческая тайна, за это деньги платят. Да, вот интересно, потому что многие… Тебя скажу мне здесь. Без микрофона. Многие владельцы онлайн-магазинов, они не задумываются, что вот тот трафик, который идет на вашу рекламную ссылочку или непосредственно на главную страничку вашего сайта, он откуда-то берется. И очень многие люди пытаются закупать где-нибудь трафик, ну, в основном идут либо там на Яндекс, либо на Гугл, да, там у больших партнерок, вот. Но сам анализ трафика со стороны владельца интернет-магазина не делается, и поэтому вы упускаете огромную долю рынка, вот. Поэтому я хотела бы тоже воспользоваться возможностью представить Adroad LLC. Мы сделали отечественный аналог Адемитрия, он называется Temis, и он позволяет анализировать клики. То есть первый этап. А потом уже как бы непосредственно идет оптимизация рекламных кампаний по анализу этих кликов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, отчего бы нет. Вопрос был. В браузере есть такие экстеншн, которые блокируют попак окна с рекламой. Почему экстеншн? Вообще это уже стандартная функция. Да, это иногда полезная для оффлайн функции. Это был поведенческий таргетинг. Так, еще есть вопросы? Вон там я вижу руку. С правой стороны вот там немного. Так. Попроси девочку. А, вот, вот, собственно. К первому. Алин, подойди, беги, пожалуйста, сюда. Вообще говоря, есть хороший вопрос. А зачем нужно собирать данные, если потом решение не принимать? Вот тут важная вещь, что можно не собирать данные, важно принимать решения по развитию. В общем, многие данные только подтверждают интуитивно понятные вещи. Так, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Маша, компания E-Lab. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Владиславу. Вы сказали, что конверсия посещения уменьшается, и одной из причин, если я правильно поняла, является увеличение количества устройств. Правильно. Почему эта тенденция наметилась только последние полгода? С чем это связано? Это какой-то так, кризис наш. Она продолжилась. Она продолжилась, да? И, то есть, получается, мы будем эту тенденцию наблюдать и в дальнейшем. Да. Далевое участие, каких устройств возрастает? Это обычные, вот, планшеты возрастают? Или что-то интересное? Ну, в первую очередь, это мобайл. Мобайл. То есть, телефон все чаще используется в цепочке принятия решения о покупке, но не в ласклике, не в устройстве, в котором совершается заказ. Соответственно, количество посещений растет, а количество заказов не так быстро растет. А что у вас, какое устройство в основном является конечным при формировании заказа в этот проект купить? Сколько, конечно. Да. Вот, кстати, интересная штука, потому что связать пользователя одного и того же на двух-трех устройствах, это вообще сейчас, ну, по большому счету, главная маркинговая задача. И тот, кто научится это делать достаточно эффективно и точно, я думаю, заработает следующий миллиард. Про это у нас, кстати говоря, будет разговор во второй секции, которая посвящена мобильному и, в частности, там есть кому рассказать про мультиэкранность. Более того, там даже в подводке будут некоторые интересные данные. Нет, ну вообще, Сережа, Сережа, все-таки давай не про мобильные, а про многие экраны, потому что можно сколько угодно смеяться над всякими Smart TV, но по большому счету это тоже экран, с которого многие будут покупать уже в самом ближайшем будущем. Это опять-таки спойлер, потому что про это опять чуть-чуть дальше будет. Ну, вообще, давайте так там, это мы все про покупки, да про покупки. Ну, вообще-то не секрет, что, почему десктоп? Видимо, только десктопная версия позволяет нормальность собрать корзину и нормально ею оплатить. Это удобство, это привычка, то есть человек знает, как заполнить форму оформления заказа на большом компьютере. Это всегда удобнее, чем на телефоне, если это не пицца. У тебя есть клавиатура, на которую можно вбить свой адрес, там, e-mail, все остальное. Ну, сделать приложение какое-то. Так, докладчики подключились. А, сейчас, секунду, вот тут есть. Давайте зададите вопрос, Леш, потом вступишь. Добрый день, я, Сережа, это по большей части не вопрос, но я думаю… А реплика тоже допустима вполне. Вся проблема того, что почему пользователей… Чуть-чуть ближе микрофон поднесите. Почему пользователей, он не завершает свою покупку на мобильном телефоне, потому что большая часть интернет-магазинов нашего рынка, они не оптимизированы. Не оптимизированы непосредственно под мобильный телефон. Поэтому пользователи… Да не только вашего. Робот, такое ощущение, что последний год ты занимался только покупками с мобильного и намучился окончательно. Не в этом причине. В любом случае пользователи потом опять переходят на свой компьютер и завершают заказ. Разрешите с вами не согласиться. Любая витрина, будь то мобильная, таблет или айфон-приложение, это перманентная точка для приложения усилий. Это не так просто создать еще одну витрину. И то, что вы ее отдельно сделаете, вам ее нужно будет отдельно поддерживать. И отладка ее на десктопе – это одна задача. А отладка на зоопарке устройств, особенно Android – это совершенно другого масштаба задача. Поэтому не стоит обвинять магазины просто в том, что они не сделали мобильной версии. Ну да, тем более, что свою платежную систему магазин под себя не перестроит. И вы в итоге все равно упоетесь в Payva24, например. С чуть-чуть другим интерфейсом. Выход в 3D-секюр особенно убивает. Я, наверное, единственный из этого зала, который не продает в интернете, а покупает. Ну, пусть у меня обратное. Так вот, кто покупает все это. Не переживай. Так вот, я могу сказать о том, что проблема в том, что я, когда интересуюсь чем-то, вот меня заинтересовал какой-то товар, музыка, все что угодно, мне быстрее всего посмотреть это с мобильного устройства. И чаще всего, к сожалению, я попадаю не на сайт производителя, а на сайт интернет-магазина. Вот я не хотел туда идти, но он первый. А когда ты едешь за рулем, когда ты услышишь какую-то рекламу, ты, к сожалению, попадаешь не туда, куда ты хочешь. То есть я могу там какие-то характеристики товара, что-то увидеть, но я хотел бы попасть на сайт производителя. Тут, может быть, претензии к Google, у меня везде дефолтный поисковик к Google. Я хотел передать привет и сам не поехал, так что претензии в воздух. Но я могу сказать, что я не всегда хочу попасть туда, куда я иду. Но когда я определился с покупкой, я иду с дестопа, вернее, с ноутбука, я иду на конкретный сайт, конкретного интернет-магазина, когда я уже знаю четко товар, который я хочу. Вот здесь вот вы получаете немножко не тот трафик, который вы хотите. Ну, извините, а кто кликал в сценарий, который вы описали? Я еду за рулем, услышал рекламу, либо увидел товар, либо увидел машину. Ну, набираю. Форд Мустанг, например. Не пользуйтесь смартфоном за рулем. Да, ну, а что делать? Я с гарнитурой стою в пробке, передо мной красивая машина, хочу посмотреть. Я попадаю, я вижу первые не Форд производителя, а Форд, который продает автосалоны. Пользуйтесь другой поисковой системой, это ненормально. Ну, к сожалению, именно такая тенденция, когда вперед выводятся ссылки, которые и я достаточно, ну, человек, который неплохо понимает, какие ссылки, но человек, который попал в интернет год назад, а таких очень много, и их количество постоянно растет, он кликает по первым ссылкам, которые он видит, а первые – это рекламные. Да, ребят, вот смотрите, ведь прозвучала очень важная мысль, когда вы сказали про то, что вы ехали, вот вы сидели не за компьютером, вы ехали, увидели Форд Мустанг, дальше что-то пошло. Так вот, давайте эту ситуацию на самом деле рассмотрим внимательнее. Это история про то, что мобильные, на них может не завершаться покупка, но мобильные могут быть очень эффективным стартом. На самом деле, мягко выражаясь, нередкий кейс, когда человек приходит в оффлайновый магазин, смотрит на товар, щупает, допрашивает консультанта, сканирует штрих-код или название, и потом с ним работает в онлайне. Что вы деретесь между собой? Какой магазин? К нему он пойдет или ко мне? Ребята, пока в оффлайне покупают больше, давайте их жрать, а не друг друга. Я честно могу сказать, что я в книжный магазин последний раз заходил записать названия понравившихся книг и купить их в электронном виде. В некоторых магазинах уже очень косо смотрят на мобильное приложение, в России маркетное. Особенно за то, что он читает штрих-коды. Это реально изображает. Спрятали все штрих-коды. Раньше всегда коробка лежала. Ни одной коробочки, по крайней мере, в России, в магазинах не найдете. Поэтому нужно... Уже боятся, значит, уважают. Вопрос. Нига Прокофьева, Беларусь. Меня интересует, насколько сейчас, какую роль играет описание магазинов в маркетинговой политике? Насколько оно эффективно? То есть текстовое описание к товарам. Кстати говоря, да. Почему, собственно, вот почему Леша жалуется, что вы выводитесь... Те или иные магазины выводятся в результатах поиска? По простой причине большинство магазинов стремится у себя создать копию, все карточки товаров со всеми возможными дополнительными функциями и так далее. Ну, то есть это было бы, наверное, как если приходишь в тот же самый универмаг или в тот же самый специализированный магазин, а там к каждой модели, значит, очень подробный список, файлы с загрузки и все такое прочее. Насколько это вообще нужно делать? И, в общем, вот эти описания, они вообще нужны? Нужны, да. Вот ответьте, пожалуйста. Стоит ли на них тратить? Я отвечу как магазин. Да, стоит. Описания имеют очень большой вес при выборе клиента. Мы меряем конверсию на каждое событие. Какой блог посмотрел пользователь? Посмотрел ли он большую фотографию? Посмотрел маленькую фотографию? Посмотрел ли видео до конца? Так вот, конверсия, к примеру, на пользователях, которые посмотрели большую фотографию против тех, кто посмотрели обычную фотографию на карточке товара, отличается в 4 раза. Чем лучше у вас будет контент, тем больше вероятности того, что потребитель купит именно у вас. Тем больше одинаковых результатов будет в результатах поиска на самом деле. Ну, то есть, ведь это же несложно взять и скопировать контент. В результате так и получается. Поэтому где-то, наверное, впереди чуть-чуть идут те, кто могут позволить себе чуть ли не собственный телеканал открыть с передачами там про, со съемками. Ну вот, как, собственно, делает розетка, да? Отдельные видеообзоры. У нас там где-то был Саша Колб, который как раз вот что-то похожее делает для розетки. Значит, были, есть какое-то еще количество магазинов, которые тоже вот заменяют собой еще и тематические порталы. Но все это остальные просто берут, копируют весь вот, весь этот набор. И в итоге, просто потому что посоветовали, да, так хорошо. Смотрите, с ними разберется поисковая система при ранжировании. А, то есть это проблемы индейцев шейфа не волнуют, да? Да, почему? Потому что очень многие сайты производителей не имеют тач-версии, мобильной версии. А интернет-магазины, заинтересованные и измеряющие конверсию мобильного трафика, имеют. И поэтому, перейдя с поисковой системы по первой ссылке в интернет-магазин, вы часто с большей вероятностью увидите подробное описание от бизнеса, заинтересованного подробно и качественно представить этот товар. Зачастую более заинтересованного, чем производитель. Ну да, и нужно не забывать, что при мобильном поиске поисковая система учитывает мобильность сайта, на который вы переходите. Самый известный пример, у Apple нет мобильной версии сайта. Они так показывают, что iPhone такой крутой, что на нем можно смотреть любые сайты. Но это неправда. Ну, вообще-то можно. Ну, блин, невозможно пользоваться. Еще одна история про контент. Отзывы очень хорошо работают на покупаемость. Мы смотрели, по нашим данным, люди, которые отзывы читали, на 30% чаще покупают. Ну, то есть конверсия увеличивается на 30%. И тут мы опять возвращаемся. E-commerce вообще такая очень погоничная штука. Как только кто-нибудь один придумает что-нибудь хорошее, все тут же найдут способ это извратить. Ну, например, предлагать скидку на товар за отзыв на нем на Яндекс.Маркете. Или утянуть к себе, значит, очередную энциклопедию описаний, значит, и сделаться таким мощным контент-порталом. Хотя на самом деле там вообще полтора-два человека. Опять-таки, когда анализировали активность магазинов за время осени-зимы, интересная штука получилась. То есть подавляющее большинство отключившихся и, видимо, прикативших в свою деятельность магазинов имели, в общем, очень небольшой чек. Были маленькие магазины. И, по всей видимости, это было один-два человека, которые вместо того, чтобы, так сказать, доставлять товары, где-нибудь тусовались в другом месте. Их месячная открутка не превышала 10 долларов. 10 долларов открутка на маркете была. Ну, то есть это очень небольшое количество. 10 долларов – это 100 кликов за месяц. Да, 100 кликов за месяц. Примерно так. Нет, со временем у нас все хорошо. Я на тебя смотрю, может, у тебя вопросы есть, Андрей? Не-не, я думаю, что… Тут есть. А, и там есть, да? Да-да-да. Вот давай сейчас из зала идут хорошие вопросы, давай зал слушать. Давай не мешать, да. Здравствуйте. Зовут меня Роман. Тут прозвучала фраза по поводу того, что меряются конверсии абсолютно все на сайте. Посмотрел фотографию, прочитал какой-то блог и так далее. Скажите, что вы делаете с этими данными, кроме того, что у вас просто не есть. Какие решения вы принимаете? Как влияете на эти данные? Разрешите, я поделюсь ответом на основании нашего опыта. Когда вы приходите на работу, у вас есть какой-то ресурс, 8, 10 или 12 часов. Ваша задача определить, во что его инвестировать. Вы будете развивать фотостудию, вы будете нанимать контент-менеджеров, сколько вы готовы за них платить, чтобы для вас это было рентабельно. Вам выше нужно разместить ссылку на 3D-обзор или на отзывы. Для каких категорий товаров важнее показать видео, а для каких важнее показать фотографии. Это решение, которое вы примете для того, чтобы увеличить конверсию на карточке товара. Соответственно, зная, как элементы на этой карточке товара, как информация об этом товаре влияет на решение покупки, вам легко выбрать, что сделать в первую очередь, какие ресурсы, какие усилия для повышения этой конверсии, для расширения информации о товарах от вас ждут покупатели. Это то, за что отвечает, не знаю, есть ли такая должность во всех магазинах, ну скажем, онлайн-мерчандайзер. Это человек, который отвечает за конверсию на сайте. На самом деле, очень легко посмотреть, что рынок делает со всем этим. Если сейчас посмотреть на все крупные магазины одежды, у них у всех своя фотостудия. Потому что люди посчитали, что хорошие картинки, большие картинки фотографий товаров, они увеличивают конверсию в несколько раз. И причем те картинки, которые не взяты, очевидно, из поиска по картинкам. Да, да, да. Если посмотреть, опять же, на качество контента, там все магазины, условно говоря, парсят маркет в России. И это ни для кого не секрет. Потому что они посчитали, что хороший контент, хорошие характеристики повышают конверсию покупателя. То же самое с отзывами. Мы начали отдавать свои отзывы наружу. Магазин их берут и ставят к себе. Потому что хорошие отзывы, когда их много, повышают конверсию. Поэтому вариантов много. Влад, ты, кстати, сказал очень хорошую вещь про то, что в магазине в хорошем бывает, как ты сказал, мерчандайзер, да? Он он мерчандайзер. А давай спросим, зал, мне просто интересно. Вот, а у кого он есть в онлайне? Категорийный менеджер его иначе называют. Он не обязательно называется онлайн-мерчандайзер. Это человек, который отвечает за конверсию на сайте. Хорошо. У кого есть человек, который отвечает за конверсию на сайте, а не за закупку трафика? Скорее всего, эта компетенция размыта. А ты знаешь, обычно просто все отвечают за конверсию на сайте, а получается, что никто. Давайте попытаем другим образом, более прямой аналогией с мерчандайзером. Кто, есть ли в магазине, есть ли в компании, которая занимается магазином, специалист, который, условно говоря, оптимизирует внутренний трафик, перевязки, расстановку товаров, как будут выводиться подсказки и так далее. Вот этот трафик уже пришел. Ему надо подсунуть максимально все, что он может хотеть купить. Нет, но конверсия – ключевое слово, Сереж, все равно. А, вот есть. Одна рука есть. Во, наконец. Вон я вижу еще там несколько рук вдалеке. Целых две. Понятно. В этой части зала не вижу. Это те, кто пришел позже, они занимались оптимизацией, поэтому. Вот, ребята, просто еще раз хочу подчеркнуть, не случайно у меня на слайде было. Перестаньте думать в терминах трафика. Ну, пожалуйста, вы топите печку ассигнациями, честное слово. Ну, вообще, вчера одно из ведущих украинских деловых изданий «Капитал» публиковал замечательную статью про рынок интернета и рекламы, где, в общем, все сказали, трафик – это важнейший показатель нашего веб-сайта. Ниссан Украина так действительно считает. Ну, что же с ними сделаешь? Ну, еще раз, мы здесь собрались подумать, может, в чем-то людей убедить, может, хотя бы три человека в зале перестанут думать, что трафик – это важнейший показатель эффективности их сайта. Андрей, разрешите? Там был вопрос. Я немножко внесу ясность, чтобы не сложилось неправильное впечатление о том, что трафик не важен. Это внешняя составляющая, на которую магазин часто влияет костяно. То есть это величина спроса, которая определяется рынком. Она сильно зависит не от вас, а конверсия в большинстве случаев зависит от вас. Нет, конечно, трафик важен. Магазин в пустыне строить бессмысленно. Специально закрывать двери в магазин тоже довольно глупое решение. Но при этом приводить, кого попало, столь же бессмысленно. Поэтому речь как раз ровно о том, что пока слово конверсии не будет у вас первой, пока вы трафик тот самый, да, он абсолютно необходим, но пока вы его не начнете анализировать, оптимизировать под улучшение конверсии, а не под цену клика, простите. Ну, не случайно, на самом деле, возвращаясь к примерам из оффлайновой жизни, широко известен факт, что магазины компании Apple, во-первых, ставятся в тех местах, где самый большой, вот, то, что называется, food traffic, проходимость. У них даже есть требования даже к самым мелким дилерам, что магазины, где торгу продается, их продукция должна быть, например, не выше второго этажа торгового центра. В этом торговом центре, кстати, магазин сначала был на четвертом, потом его задавили, он переехал на второй, но в итоге его задавили конкуренты, он вообще пропал. И при этом эти магазины, это, если я не ошибаюсь, рекордсмены по выторгу на квадратный метр. Вопрос у нас на этом фланге и еще один с этой стороны. Да, да, да. Лаис, у тебя? Да. Здравствуйте, зовут меня Юрий. Предлагаю вернуться немножко к глобальным факторам, то есть то, что было озвучено по падению доли платного трафика. Много было причин названо. Оцените, пожалуйста, насколько на эту ситуацию влияет все-таки в первую очередь оптимизация расходов компании на платный трафик. То есть меньшие бюджеты, может быть, или оцените, насколько велико это влияние. На самом деле, что оптимизация и меньший бюджет, это вообще разные истории. Ну, как вы понимаете. Я через запятую произнес это. В большинстве случаев, там, больше, чем на 80% распределение трафика, доля распределения на платный и бесплатный условно трафик зависит именно от владельца. Поэтому, да, это зависит от самого магазина. Просто бюджет можно сокращать по-умному, выкидывая неэффективные каналы и повышая эффективность еще более эффективных. Не, ни для кого не секрет, что большинство просто зарезали косты рекламы. То есть это сделало большинство на волнении стабильности. Это не перераспределение блог бюджета. Те магазины, то есть я не могу поделиться этими данными, потому что будет сильно легко их проассоцировать с магазинами. Но я могу сказать следующее. Если сегментировать интернет-площадки, это, кстати, касается не только Украины, но и России, на те, у кого есть перформанс-маркетинг, кто обладает информацией о рентабельности цепочки, и те, кто считают вас клик, то очень легко было увидеть, что на волне нестабильности те, кто считают, выросли. То есть они просто перераспределили рекламный бюджет, уменьшили стоимость привлечения, потеряли средний чек, потому что его потеряли все на рынке, и они на этой волне выросли. Те, кто не обладали информации о том, куда им ехать, они предпочли остановиться, ну как машина, которая не знает, куда поворачивать. Мы по своей торговой площадке очень хорошо это видим. Есть часть магазинов, которые оптимизируются каким образом? Они снимают какую-то часть бюджетов с других каналов, потому что конверсия с площадки выше, и начинают использовать роботов через API, оптимизируя ставку на конкретный товар. В зависимости от сезона его популярности, цен на рынке, анализируют конкурентов. Ну то есть люди инвестируют, наоборот, деньги в то, чтобы эффективнее покупать трафик. Они в итоге сокращают сильно бюджет, но при этом количество кликов не снижают. Вот это их оптимизация. Есть другая часть магазинов, которые заходят в партнерку и проставляют везде 10 центов. Они роняют в ноль свои продажи, получение трафика, потом удивляются, что ползут кладбищи. За то, сколько денег экономят в результате. Массу денег. Нет, если закрыться… Это неплохой вариант. Мы много раз на дороге использовали это решение – остановиться, осмотреться, чтобы не вылететь с трассы. Это нормально, если у вас нет данных, нет понимания того, что происходит. Это неплохо остановиться. Вы знаете примеры и на украинском рынке магазинов, которые не остановились, которые поехали и оказались на обочине. Но тогда у меня возникает вопрос, как же вы эти ставки раньше составили? Что же вы их задирали? Раньше рынок рос. Инвесторы говорили, ставь. Я уточню, с вашего позволения. Если вот таких компаний, которые просто срезают биды, о которых мы говорим, все-таки давайте, что греха таить, их большинство. Конечно. Но почему тогда вырос третий параметр, о котором было сказано, то есть конверсии по последовательности, не по ласт клику, а по последовательности? Почему он вырос? По трем причинам. Первая. Доля покупателей, которые делают покупку второй раз, то есть она растет. Люди делают вторые покупки. Второе. Количество покупателей увеличивается. В интернете дешевле. В условиях ценового давления интернет выигрывает. Поэтому в целом по рынку конверсия год от года растет. То есть этот рост был показан словами для того, чтобы не показывать ровный боковой график. Показать сравнение. Действительно, если, я думаю, большинство из вас увидите тренд конверсии прошлого года, это вы увидите, что он вырос. Ну, вообще мне это напоминает, пять лет назад у нас была такая презентация, было много разговоров про кризис, кризис, кризис и так далее. И мы очень много рассказывали про то, что в кризис отключать рекламу, это все равно, что в шторм рубить мачту. Ну, потому что тогда меньше качаться будет, но выплывать-то надо как-то. А без паруса, извините, из шторма не выйдешь, а мачты-то уже нет. У нас последний вопрос, наверное, этой секции. Спасибо. Зовут меня Дмитрий. Вопрос такой. В принципе, вся дискуссия сейчас точится вокруг анализа цепочек, анализа устройств, через которые приходит пользователь, тенденции. То есть, так или иначе, это касается, как вот уже говорилось в начале, крупных игроков. То есть, мы говорим о каких-то крупных магазинах, которым позволяют ресурсы, бюджеты, все это анализировать. Но давайте вернемся на два шага назад. Был вопрос, много, наверняка, представителей интернет-магазинов. У кого есть человек, который анализирует конверсию? Да, их нету, потому что не позволяют бюджеты этого делать. И есть еще тысячу, две, десять тысяч магазинов, которые относятся, которые работают в рамках мелкого и среднего бизнеса. Все-таки, что делать им, какие рекомендации, помимо того, чтобы размещаться на агрегаторах и маркетплейсах. Ребята, анализируйте конверсию. Зачем вообще делать этот бизнес? Но это все равно, что у вас есть магазин, но быть уникальным. То есть, всем закрываться или быть уникальным. Я пример. Есть конкретный пример. Это одесский интернет-магазин детских игрушек. Вот можно на конкретном примере, если это позволяет формат встречи. Я бы сказал, без конкретного примера получается очень интересная штука. У вас есть деньги, чтобы вести бизнес, но нет денег, чтобы думать в этот момент. Анализ данных и принятие решений на основании данных – это как раз думать. То есть, механически вы это делать можете. Да, потому что при том трафике, который есть на данный момент, анализ, наверное, слишком узкий. То есть, в районе… 500 посетителей в день есть? Да, 500 посетителей в день. Постойте, постойте, нет этой принципиальной разницы между онлайном и оффлайном. Нет принципиальной разницы, когда вы занимаетесь торговым бизнесом, где вы торгуете, где ваша витрина, где ваш киоск. И если бы вы просто занимались, вот нет интернета, отключили нафиг, весь этот силикон кремний почему-то распался. Вы будете торговать этими игрушками, вы будете думать, какие игрушки закупить и чем отличаться от соседнего магазина игрушек, или не будете. Вы будете думать, где ваш киоск правильно поставить, а где расклеить рекламу. Или вы просто уйдете из этого бизнеса. Если уйдете, вы вынуждены будете рано или поздно уйти из интернета. Там нет такой вот золотой жилы, что водятся сплошные идиоты, все равно придут и кликнут. Там нужно думать столь же жестко. Из оффлайна и ушли. Сначала был оффлайн магазин, потом… Если вы не начнете анализировать и думать, я боюсь, что вам и из онлайна придется уйти тоже. В любом случае, данные честные. На самом деле есть просто иллюзия, что это сложно делать. Если вы небольшой магазин, то для вас анализ трафика – это очень дешево. Вы можете поставить метрику или аналитикс, и там есть встроенные инструменты, которые для вашего магазина подойдут на 185%. И это бесплатный инструмент? Это бесплатный, это очень просто делается. Вы один раз тратите, не знаю, два дня на то, чтобы продумать, какие цели вы хотите отслеживать, проставляете их у себя, условно говоря, в верстке. Так это же подумать надо. Вот люди не хотят думать, в этом беда. Подумать нужно. Потратьте на это два выходных дня, не знаю, если вы так заняты в остальное время. Давайте не будем так очевидно подозревать человека, что он не думает вообще. Я просто хотел бы сказать, что… А нет, понимаешь, Сереж, это очень нормальная человеческая реакция. Прости меня, и у нас с тобой тоже часто бывают ситуации, когда вот что тут думать, трясти надо. Ну, известный анекдот вроде, да? Ну, копать, да. Ну, вот просто, ребят, иногда прерываетесь, выделяете себе, не знаю, день, когда вы точно не будете ничего трясти, а просто подумаете. Полезно отключить все устройства связи. Нет, самое главное, что этот день вам сэкономит кучу времени. Вы потом будете просто каждое утро… И денег. И денег. Вы каждое утро будете просто приходить на работу, заходить в метрику, смотреть на дашборд и все. И вам все будет понятно. Вы любые кризисы, любое падение, конверсии или чего-то еще будете сразу видеть. И вы, по крайней мере, будете знать, зачем вы что-то делаете. Вы внесли какое-то изменение на сайт, а зачем вы его сделали? Если вы не меряете, как это повлияло на конверсию, на продажу, какой смысл? Вы пытаетесь в общем понять. Вчера я продал тысячу товаров, сегодня тысячу сто. Наверное, эти изменения пошли на пользу. А может быть, не изменения пошли на пользу, а вы товары другие завезли. Или просто, не знаю, сезон такой пришел, праздник завтра детский или еще что-то. Так, все, спасибо большое. Я закруглю, сейчас, закруглю только. Закругляю тему. Часто встречаю подтверждение тому, что бизнес в онлайне кажется намного более легким, чем бизнес в оффлайне. Потому что в оффлайне надо ходить ногами по грешной земле, таскать тяжелые коробки, а в онлайне кликаешь, очень легко начать. Действительно, в онлайне есть какой-то больший запас по рентабельности. И каждая новая волна какого-нибудь очередного кризиса вымывает из грешной жизни тех, кто переоценил эту легкость перехода из одного состояния в другое. И это видно было там в 2000-м с доткомами, это было видно в 2009-м вообще с магазинами. Это видно сейчас. Вымываются те, кто переоценил легкость интернета. Это правда. Ну, а мы сделаем на самом деле… Во-первых, давай скажем спасибо огромное ребятам, которые очень порадовали всех. Давайте заканчивать. Спасибо всем. А теперь… Сергей, разрешите два слова. Мне хотелось бы, чтобы то время, которое вы инвестировали в течение последних 30 минут, было максимально полезным. Я хотел бы дать один экшен-лист, который легко сделать и поможет вам завтра. Все говорили об анализе лояльной аудитории и возврата. Кто из вас сейчас фильтрует офисный трафик в Google Analytics или в Яндекс.Метрике? Не обязательно поднимать руки. Наверное, это будут не все руки. Это сделать очень просто. Если у вас не статические IP в офисе, есть плугины, которые это позволяют сделать. Я сейчас в Twitter-ленте опубликую ссылку. Рекомендую это сделать. Потому что очень многие пытаются анализировать аудиторию, не отсеивая своих сотрудников. Это очень вредно. Поэтому, если вы хотите сделать что-то полезное завтра, вернувшись в офис, установите этот плугин, отфильтруйте свой офисный трафик. Спасибо. Давайте начинать с малого. Очень хороший первый шаг. Действительно, времени не потребуется. А у нас сюрприз. Действительно. Ребята, спасибо. Продолжение следует...